Сегодня наша тема посвящена празднику Дню Кино и говорить об этом мы будем вот с нашими гостями это театральные деятели, будем так сказать немного сравнивать и знакомиться с предстоящим сезоном Первого Театра в гостях у нас Павел Южаков, художественный руководитель и Егор Овечкин, актер Первого Театра Здравствуйте! Здравствуйте! Вы так громко заявили, День Кино, театральная деятельность и вот хотелось бы узнать, у вас была какая-то связь когда-нибудь с этим делом? Или всегда театральные подмостки только? Почему же? В институте профессия такая, 4 года учились на актеров театра и кино так что прямо со дня поступления в ВУЗ замечательный, в школу волшебства и магии вот, началась какая-то непрерывная связь, жизнь в театре и в кино и в кино Ну я могу сказать, что вот Егор Овечкин у нас он опытный артист и даже артист кино, потому что все время, когда он не приходит на репетиции он говорит, я в кино снимаюсь так что разницы между Москвой и Новосибирском практически у нас никакой нет там люди снимаются в кино и вот Егор снимается в кино я, правда, потом этих кино не видел, но он так говорит, я уверен вы верите ему. Ну а вообще, если в целом, все-таки у вас, как у профессионалов, есть свой взгляд на театральную деятельность и вот на кино деятельность как раз таки вот что из этого сложнее, можно ли как-то поделить, вот так скажем для нас все-таки профиль театр поэтому в театре нам больше все понятно кино это для нас все-таки как бы, ну не скажу, что хобби многие артисты зарабатывают этим денег но все равно кино, конечно, сложнее снимать, потому что мы это делаем редко и мы за свою, ну вот я, например, за свою деятельность снял только один полнометражный фильм заказ, который у вас на канале собственно говоря, недавно состоялась премьера но это был очень интересный опыт работы потому что в нем было занято практически добрая половина всех артистов Новосибирска и заслуженных, и народный даже один был и из Москвы из Москвы даже большие артисты и бывший мой однокурсник Леша Вертков принимал участие за что ему большая благодарность даже по дружбе хочу сказать, что фильм, который мы снимали он, конечно, был на альтруистических началах потому что объемы финансирования, которые он был предполагал, ну максимум, ну съемки минут на полторы вот, но так как все артисты, за что им огромная благодарность они отнеслись к этому с энтузиазмом, с большой охотой и именно поэтому, ну и не только артисты все люди, которые были заняты и операторы, и продюсеры, которые подключились как Анастасия Петровна Журавлева, и оператор Игорь Тирский и потом вся команда мы монтировали постпродакшн делали в Москве и практически все за бесплатно это делали за идею, за хорошее настроение я считаю, вот задаются вопросом где лучше, в театре или в кино? я считаю, что лучше там, где хорошая команда вот где есть элемент творчества где есть элемент взаимопонимания и, так сказать, любви творческой вот там и интересней а в кино это, в театре, на телевизоре уже неважно будет ну, или в офисе креативном каком-нибудь это уже дело второе ну, кому как ближе Егор, Павел сказал, что у тебя достаточно большой опыт работы в плане киноиндустрии скажи, вот все-таки вот, например, есть человек который у нас театральный актер профессионально, и он начинает играть в кино и наоборот, актер кино начинает играть в театре вот что будет сложнее, куда проникнуть? я не знаю, я прошел только один путь от театра в кино да и, я не знаю, почему он так сказал большой опыт мне кажется, большого опыта не может быть вообще, в принципе, нигде никогда потому что, да, то есть, все время учиться по поводу дружной команды и по поводу слов благодарности и спасибо, что сделали это безвозмездно а там нельзя было не подключиться потому что это было настолько увлекательно и, опять же, для двух, третьих, наверное, всей команды это было реально каким-то оазисом опыта потому что, вот именно киноопыта потому что все отучились на актеров театра а за время работы в институте так и не попали по эту сторону камеры вот, и это было я не знаю, как можно назвать это факультативные занятия и еще что-то то есть, к которым каждый человек на площадке относился с каким-то трепетом и, не знаю, и приносил каждый раз что-то свое на площадке было дозволено, как бы, предлагать это было не жесткое авторское кино когда нет, только так и так ты встань, заткнись то есть, этого был общий сценарий можно сказать сценарий, наверное, нет просто какие-то затеи, придумки, хулиганство что-то в этом духе вот, я, конечно, не знаю но могу предположить вот к ответу на к вопросу наверное, все-таки обратно из кино в театр возвращаться потому что театр требует какого-то жизненного не знаю, сам спектакль, продукт театральный он требует проживания от начала до конца вот эти полтора-два часа то есть, ты проживаешь одну жизнь а в кино это абсолютно рваный процесс когда, допустим, мы на этой локации снимаем все эпизоды именно здесь так быстро-быстро-быстро там, все такое там, режимная съемка все, а в театре это все-таки жизнь ну, давайте тогда перейдем к театру все-таки новый сезон предстоит 7 сентября, да начинается, так сказать это действие как это будет что это будет ну, и что поменялось в первом театре за время, так сказать каникул за время каникул ну, хочу порадовать нашего театрального зрителя у нас я выпустил еще один курс в театральном институте ни для кого не секрет что первый театр он тем и славен что туда постоянно приходят молодые творческие силы закончил потому что он организовывался в 2008 году когда туда пришел Егор Овечкин и много людей которые заканчивали именно институт потом был приход через 4 года новый коллектив влился и вот еще уже, то есть театр 9-й год существует и уже пока несколько как раз новые подоспели да, новые подоспели и они влились в наши ряды молодые, талантливые злые до театра до профессии они хотят у них глаз горит как получается это уже все-таки прощупали их? получается знаете у многих получается но они уже играли дипломные спектакли и многие были заняты и в прошлом сезоне зрители их видели сейчас некоторые спектакли даже там дипломные как 12-я ночь мы взяли в репертуар уже с участием называется возрастных артистов не побоюсь этого слова как Егор Овечкин бородатых возрастных бородатых вот поэтому ждет много интересного могу сказать только из печального что нам никак не удается открыть свою площадку которая практически готова но вот не хватает совсем чуть-чуть для того чтобы собственно запустить туда зрителей и хочется пожелать только нашему руководству чтобы они не ограничивали людей в этом счастье наконец-то пустили город посмотреть на молодых и талантливых которые рвутся донести городу свои мысли и вот эта радость встречи с искусством поэтому мы надеемся что в этом сезоне нам все-таки удастся открыть свою площадку и город порадуется тому что мы как раз в преддверии наконец-то в преддвериях выборов надо это особенно сказать что конечно же надо надо чтобы в городе как можно больше было театров и в том числе первый театр наконец-то порадовал зрителей своей площадкой своим домом своим домом ребят какие спектакли придут из прошлых сезонов и какие новые спектакли появятся многие спектакли останутся они уже видели это и квадратура круга и шум за сценой это комедия Белокси Блюз также возможно мы иногда планируем и играем спектакли старыми составами такие как доходное место то есть периодически собираются люди даже те которые у нас уехали в Москву и сейчас там деятельность в Петербург их собирает вокруг этого спектакля собирает и мы делаем там прокатный раз в год или там мы устраиваем себе такую радость собираться старым составом вот ну а так нас ждут новые увлекательные премьеры вот в октябре месяце выпустит спектакль Анна Протоковила мы просим а ну мы большим уже полновесным спектаклем я думаю к декабрю порадуем зрителя я думаю что это будет Достоевский пока не скажем еще не скажете что пока ну будем будем сохранять интригу вот вот всегда так всегда так но при этом готовятся новые спектакли есть старые спектакли и в этом плане тоже наверное назревает вопрос страшно играть вот первый раз выходить на сцену и открывать вот этот первый спектакль ощущение на премьере на премьере да ну вот многие я извини Егор что я так отвечу что если не страшно не интересно понимаете всегда мандраж присутствует только профессионал от обычного человека отличается тем что он умеет справиться собственным волнением и от этого у него получается еще лучше этому собственно вот Егора и учили четыре года перенаправлять энергию волнения в энергию полезная вещь такой театральный экстрим у нас получается ну что у нас в гостях были Павел Южаков художественный руководитель первого театра и Егор Овечкин актер первого театра вот такие вот премьеры состоятся в новом сезоне и спектакли будут очень даже ого-го приходите спасибо